Завершился матч 21-го тура Тибет-Казахстана, кто встречает команду Влада Басы и команда Тарас. Счет 3-0 в пользу наших гостей. Пожалуйста, Ваш комментарий по сегодняшней игре. Ну, я скажу за свою команду, как бы. У нас как игра, как последняя, потому что, когда я пришел, было 5 очков, сейчас уже 19. Я скажу честно, как мне говорили, куда ты идешь, ты смертник. Ну, как говорится, я привык к этому уже. Самое главное отношение футболистов. Как сказал у нас директор, говорит, если мы останемся в премьер-линии, мы сделаем чудо, говорит. С нашим бюджетом, говорит, просто нереально. Ну, спасибо футболистам, которые откликнулись, которых я позвал, потому что никто не хотел ехать. Команда, которая внизу у него таблицы была, 5 очков. Как бы я их не уговаривал, поверьте, очень много было работы и что только не говорил, тяжело было. Все играли на последнем месте, значит, у команды проблемы. Ну, слава Богу, что мы набирали футболистов тех, которые поверили в них и мы им доверили. Вы знаете, те футболисты, которые мы пригласили, они ни в одной команде не играли. Сидели на лавке и хотели доказать, что они чего-то стоят. Тот же Тенжимбетов, тот же Короткевич, тот же Ишкира. Много футболистов, которые можно называть. Самое главное, что они выходят, отдаются игре. Были у меня и проблемы, как говорится, и с руководством, потому что я вижу свое видение футбола. Не хочу, как говорится, чтобы один на рояле играл или два человека, а десять им в рояль носили. Должны все вместе отбирать, атаковать и вороняться. Ваша команда сильно изменилась, вы хорошо набираете обороты. А на сколько изменился состав футболистов после летнего трансферного футболиста? Нет, я не буду ничего говорить за футболистов, поверьте правильно. У меня есть две команды, за которые я скажу. Я не имею права, есть тренер, который должен ответить. Вы можете отлучить движение своего клуба? Вы можете даже у директора спросить, но, как он сказал, это... Намного меньше, чем у него наносит. Девушка, ну, даже не хочу говорить. Если я скажу, вы не поверите. Вы очень доволен, да, победы? Ну, поверьте правильно. Тренер живет от недели к неделе, вы сами это понимаете. Дай, вы счастливы, да? Я счастливы, да. Поздравляю. Скажите, пожалуйста, тихо, тихо, тихо. Команда выигрывает 3-0, поверьте правильно, надо держать счет. Малик вперед хорошо бежит, назад тяжело было. Ну, поменяли, потому что 3-0 ведем, уже надо было держать счет. Скажите, пожалуйста, вы воспитанник украинского футбола, не прииграли. Я вас знаю, вы в Деново-Киеве играли, я сам на Украине работал. Я еще хочу сказать, вы сейчас приехали в Казахстан. Как вот наш уровень футбола? Ну, я скажу, очень хороший, я был удивлен, честно говорю. Я ожидал худшего, но очень хороший чемпионат, поверьте мне правильно. Очень хороший. Алик-то, Острован, за сезги, наразовый предотвратил, что наказание было бы, а не все. Ну, поверьте, это эмоции. Если у футболиста нет эмоций, тогда не будет. Эта эмоция, это нормально. Когда человек высказывается, он выплеснул, успокоится, будет все нормально. Все хорошо, спасибо.